11 глава Евангелия от Матфея Здесь интересная история Иисус собирается идти проповедовать в массы Происходит нечто удивительное Два ученика Иоанна Крестителя Приходит у них настойчивый вопрос от Иоанна Они говорят, учитель, действительно ли ты Мессия? Действительно ли ты тот, кого мы ждем? Или же мы ошиблись? Потому что наш учитель там гниет в темнице, а ты свободно проповедуешь И мы думаем, может быть, мы не правы, может быть, мы вообще ничего не поняли Вообще Иоанн Креститель задавал этот вопрос Он не мог сам прийти, он прислал учеников Итак, Матфея 11, 2 Иоанн же, услышав темнице о делах Христовых Послал двоих из учеников своих сказать ему Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? Иисус сказал в ответ Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и увидите Слепые прозревают, и хромые ходят Прокаженные очищаются, и глухие слышат Мертвые воскресают, и нищие благовествуют И блажен, кто не соблазнится о мне Это история, которая меня очень волнует Она необычная история, если задуматься так Потому что это последнее, что мы знаем об Иоанне Крестителе У него нет какой-то последней проповеди Или чудес, или же огненной колесницы, которая забрала бы его на небе Это последнее, что с ним происходит Он в темнице, и он сомневается в своей вере И нужно задать вопрос, почему Бог такую историю помещает в Библию? Почему она здесь есть? Я не знаю, помните ли вы тот момент, когда вы присоединились к церкви? Для меня это было просто необыкновенно Я понимал, что Бог призывает меня к чему-то огромному И это Его последнее движение на земле И это трехангельская весть И эти вести настолько глубокие, настолько они цельные И чем больше изучаешь, тем больше они нравятся И когда смотришь пророчество, и через призму пророчества, через всю Библию Ты начинаешь понимать всю эту книгу Все эти вопросы, которые были о Библии, все решаются Это, знаете, как будто взобрался на гору и видишь вокруг себя кругозор на 360 градусов Все ясно, все понятно, все вопросы были отвечены Когда я рос, я был, конечно, язычником Но родители мои сделали нечто хорошее В 1974 году они купили мне детскую Библию Но это не была такая, знаете, взрослая Библия Как для ученых, но это детская Но из всех книг я выбрал книгу Откровения Она была настолько интересная, настолько Я смотрел на небо, Иисус уже идет или нет? Он уже приближается или нет? Я хотел больше узнать о пришествии Христа И однажды я зашел, я был у дедушки Я сделал то, что нельзя делать Я нашел там у него книгу о втором пришествии Я потянул ее Ну, если ты какую-то библейскую книгу воруешь То, наверное, это, ну, еще это можно Ну, и я прочитал там Ну, конечно, я прочитал, что там будет Тайное восхищение церкви И, ну, все такое Но, конечно, это очень интересная история Была для меня в детстве Но я не мог эту историю в Библии найти И можете себе представить, как я радовался Когда я был на евангельской программе Адвентистов седьмого дня И мне объяснили пророчество И все стало ясно Если сказано, что Иисус грядет То он просто грядет, там ничего сложного нет Он просто буквально грядет И, конечно же, когда кто-то из моих родственников умирал То следующие три недели у меня было прилежное поведение Потому что я думал, что этот дядя, мертвый дядя Смотрит за мной, наблюдает за мной Но можете себе представить, как я радовался, когда я узнал, что Библия говорит, что мертвый уже не возвращается в дом свой Иов, седьмая глава Они тогда, им нет никаких дел под солнцем То есть, да, то есть они со мной не связаны никак Я помню, как я был на катехизисе И там учили тогда, что Бог избирает каждого человека быть спасенным или погибнуть еще до его рождения И я помню, как я спрашивал пастора на этом занятиях по катехизису Как мне знать, куда я иду? Я принадлежу к спасенным или погибшим? Я помню, он говорит, но если ты переживаешь об этом, то, наверное, все нормально Я не хочу, наверное, я не хочу, наверное, потому что с восьми лет я заметил, что смерть приходит ко всем И я понимал, что время закончится, а я умру И мне нельзя было говорить, может быть Я хотел точно знать Я понимал, что меня закопают в землю И все остальные вернутся в церковь на обед И где-то там посреди обеда они уже будут не думать обо мне А будут думать о работе, что они будут делать завтра на работе И я не хочу, чтобы мне говорили, может быть Я хочу точно знать, если меня закопают в землю, что со мной будет И я помню, как я попал на евангельскую кампанию адвентистов И в первом послании Иоанна написано, что верующий в Сына имеет жизнь вечную И Иоанн говорит, я хочу, чтобы вы знали, что верующий имеет жизнь вечную Как мне было прекрасно слышать эти слова Я также понял историю Я раньше ненавидел историю в школе Я вообще ее не мог терпеть Если я прогуливал какие-то уроки, то это всегда история была Потому что зачем тратить свое время и читать о людях, которые уже умерли? Они уже умерли, все, они уже не поменяют свое мнение Но когда я стал верующим, я полюбил историю Мне теперь было все равно, кто написал этот учебник по истории Я понимал, как реализуется история Даже если это адвентистское изложение истории Я понимал, как Иисус действовал в истории И мне было приятно, что я понимал эти вещи И затем у меня появился еще один вопрос И я хочу, чтобы вы потерпели чуть-чуть Потому что это непростой вопрос, но он важный Вот такой вопрос Что бы произошло, если бы внезапно Внезапно уверенность пропала? Может быть, я ошибался? Что если, например, все доказательства, которые имели Начали бы говорить вам, что вы ошибались вообще во всем Вот до сих пор во всем вы ошибались? Ну, такая возможность может быть Иисус, когда Иоанн оказался в темнице Он, тем более он был предтечей Мессии И он даже сомневался И Иоанн Креститель в конце своей жизни Запутался вообще, и мне жаль его Мы с вами можем прочитать Новый Завет Он не мог прочитать Он не мог слышать про проповеди Иисуса Он не мог услышать о том, что и учеников Христа ждут преследования Он не мог прочитать о Гефсимании Христа Он не мог прочитать книгу Откровения Какая будет жизнь дальше для христиан Евреям, 11-12 глава Герои Веры Он предупреждает о гонениях И он не мог прочитать все это И когда читаешь о нем, ну, кажется, какая-то разочаровывающая история В 1921 году была пара в Швеции Дэй и Свея Флад И они решили, что они оставят свой дом в Швеции Потому что у них созрело убеждение Что они не могут смотреть, как мир гибнет А они живут в своем городе Там в доме в Скандинавии Они решили переехать в Конго Бельгийское Конго Которую позже назвали Заир И там совершать миссионерскую работу И они чувствовали этот призыв Они пошли в одну миссионерскую организацию Их направили туда, в Конго В Бельгийское Конго И они встретились там еще с одной семьей Эриксоны И вот пятеро из них поехали туда Две пары взрослых и один ребенок Они приехали посреди Они приехали в заброшенное место В село Эндолара И их научили, что нужно встретиться с вождем Сказали, если вождь вас примет, то все будет хорошо И они понимали, что их там с распостертыми объятиями примут Но вождь сказал, нет Ни ноги вашей не должно быть здесь Потому что наши боги не разрешают нам пускать христиан И, ну, может быть, кому-то смешно сказать Вот, люди же верят в такое Вы знаете, бывает такое На миссионерском поле бывают разные И, вы знаете, иногда в этих селах бесы так действуют, что просто страшно И христианам туда очень тяжело попасть Итак, вождь не принял Село не приняло их Они решили поселиться неподалеку от села Построили себе из глины два домика И они там жили И они молились, Господи, помоги нам Нам нужно как-то проникнуть в это село Но их не позволяли Им разрешали встречаться только с одним мальчиком из этого села Который продавал им кур и яйца Но его наставляли Пойди, продай и возвращайся назад и не слушай ничего Вот это было, конечно, для них разочаровывающе Тысячи, тысячи миль от дома В странной стране Странный язык, странная еда, странная религия И они все отдали Они всем пожертвовали Ничего не получалось В конце концов, заболели малярией Ну, Эриксоны сказали Все, мы уезжаем Мы не можем Они вернулись в ту миссионерскую организацию И остались эти шведы там со своим ребенком В этой глиняной лачуге И в конце концов Жена подошла к мужу и говорит Я тебе что-то должна сказать Он говорит Я ожидаю Я беременна Я не знаю, как вы Но если бы я был в той миссионерской организации Я бы, наверное, первый сказал Давайте мы их заберем оттуда Они заболели малярией Она беременна Ничего не получается Пусть едут домой Может быть, позже дети приедут Подрастут И они смогут вернуться туда Пусть едут домой Но невозможно было убедить его Они горели просто миссионерской работой Несмотря на малярию Несмотря на беременность Они решили остаться И их дочка Айана Родилась в этой глиняной лачуге За полмили от того села Андалара И 17 дней после родов Свей Афлад умирает от осложнений После родов Я не знаю, что вы переживали в своей жизни И как вы страдали Можете себе представить Там было очень много страданий в этой семье Я не знаю, можете вы себе представить Что Дэвид переживал в тот момент Он был там посреди Африки У него был новорожденный У него был двухлетний ребенок У него была мертвая жена Которую нужно было похоронить Что делать? Как разрешить такое разочарование? Как можно похороны провести самому? Никакого гроба красивого Никаких цветов Никаких открыток от членов церкви Никакой поддержки Просто лопата Это тело твоей жены И маленький белый крест Который он из обломков Каких-то сколотил Как это пережить? Ну, я не знаю Может быть, кто-то из вас знает Как это пережить? Как это пережить? Для Давида это было слишком много уже Как Иоанн Креститель Он начал все ставить под сомнение Может быть, я просто так хотел услышать Голос Божий, что мне это все показалось Может быть, Бог не призвал меня В разочаровании он собрал свои вещи Вернулся на миссионерскую станцию Отдал Эриксонам своего новорожденного ребенка Говорит, я не знаю, как ее воспитывать Почему история Иоанна Крестителя есть в Библии? Именно так, как она есть Я думаю, что именно для Дэвида она была Для таких людей Я уверен, что Матфея 11 глава Именно для таких людей Или для тех двух ребят Которых я назову Билл и Стив Чтобы не открывать их истинные имена Билл и Стив Хотели заниматься евангелизмом Они знали, что Бог призвал их к этому Они открыли карту Они выбрали маленький городок Тоже где-то посреди земли И они поехали туда Да, они ходили из дома в дом Они раздавали литературу Продавали литературу Проводили программы по борьбе к курению Они раздавали библейские уроки Проводили кулинарные классы И хотя они Билл и Стив Не умели готовить, даже яйца бы не сварили Но все это они делали У них такой интерес был Они решили там провести евангельскую кампанию Они раздали приглашение Они арендовали зал в небольшом мотеле Я был там Я специально приезжал туда смотреть, что у них там происходило И в первый вечер там столько было людей, что люди стояли Невозможно было всех усадить И в то же самое Они радовались, но в то же самое время Они испугались Они были там в комнате пастырской И они выглядывали через щелочку, через дверь И они думали Ну что, еще люди придут? И люди приходили и приходили И Билл сказал Стив, я думаю, что мне Бог говорит что-то Он говорит, что это тебе Билл говорит? Стива, я думаю, что он говорит, что ты должен сегодня проповедовать сегодня Вот что он мне говорит Ну, в общем, в любом случае они проповедовали Вечер за вечером От всего сердца они проповедовали все, как правильно делали В конце концов они сделали призыв Присоединяйтесь к церкви И ни один человек не вышел вперед И они умоляли людей Ничего не произошло Никто не принял крещение Они собрали свои вещи Конечно, они вернулись домой Скептики, критики говорили Мы же вам говорили А евангелизм уже прошел Это раньше так делали Сегодня уже так не делают Я думаю, что история о Иоанне Крестителе Из Матфея 11 глава как раз на них Вот почему евреям 12 глава там говорится Что нужно терпение иметь Когда мы ходим с Иисусом Когда мы служим Потому что терпение Это то, что мы теряем Когда мы начинаем злиться на Бога Мы теряем терпение Когда все идет не так, как нам хотелось бы Мы теряем терпение Со всеми это происходит Люди приходят ко мне и говорят Пастор, вы сказали, что Бог обеспечит мои нужды Но я не могу найти работы Что толку служить Ему? Я не могу решить свои семейные проблемы Моя жена собрала вещи и ушла Вчера вечером Что мне делать? Где Бог? Сорокалетний отец сказал Я теряю Пастор, я теряю Зрение Я не смогу увидеть Свою дочь, как она выходит замуж Я не могу увидеть своих Внуков Где Бог? Я думаю, вот почему История Анна Крестителя записана в Библии Потому что мы нуждаемся в этой истории Однажды она нам понадобится очень сильно Знаете, хорошо быть евангелистом-адвентистом Потому что все, что происходит сегодня в новостях Я могу завтра проповедовать в своей проповеди Будет какой-то природный катаклизм Я завтра буду о нем говорить Политическая ситуация Я могу завтра говорить То есть все, что мы проповедовали Во что мы верили Пророчество Все сегодня исполняется Мы сегодня, как Иоанн Креститель После крещения на Иордане Сегодня очень интересно проповедовать Но что будет, когда все поменяется Когда не будет так, как сегодня Потому что придет то время Когда чувствам нельзя будет доверять Потому что они будут говорить Ты ошибался Подумайте Во время Ильи Бог свел огонь с неба Но в последние времена Моя Библия говорит Что второй зверь будет сводить огонь с неба Чудеса будут происходить, но не божьи В день Пятидесятницы Дух Святой сошел на учеников И они проповедовали И все их понимали На разных языках Но в последние дни Библия говорит Что образ зверя Будет говорить к миру И нечистые духи Подобные жабам Будут выходить из уст Дракона Лжепророка И зверя То есть нашим чувствам Нельзя будет доверять Они будут обманывать нас И как будет в то время Когда мы будем включать новости И там будут объявлять Иисус пришел Посмотрите Вот он есть Ходит по Иерусалиму Пастор Но Библия же такого не говорит Говорит Второе фессалоникийцам 2.9 Сказано Что пришествие Беззаконного Будет Со всеми чудесами И знаменями То есть вот это слово Пришествие Беззаконника Это парусия Это слово Которое используется Для второго пришествия Христа По всей Библии Это единственное слово Которое используется Для второго пришествия Христа Оно означает Восшествие Царя В комнату И будет Нечто Такое Что Такое Обольщение Которое Оно всех Застанет Врасплох И нельзя Будет доверять Своим чувствам И в последнее время Необходимо Будет жить Тем Что говорит Библия Это единственное Что будет Иметь значение Вот почему История Иоанна Тут записана Я думаю Что она Для церкви Остатка Иногда Я задаюсь Вопросом Что происходило В В Уме Авраама Когда он похоронил Сару Там в пещере Махпея Потому что Она ходила За ним везде Многие годы Они шли За обетованием Божьим И теперь Он стоит У гроба Жены своей Все проблемы Которые были Там с царями Египта И другими царями Ему необходимо Было освободить Своего племянника Лота Но теперь Все это осталось В прошлом И у него осталось Только обетование И интересно Что он думал После похорон Помнил ли он Тот день Когда он пригласил Его в путешествие Сара Сара Нам нужно поговорить С тобой О чем Я знаю Что нужно что-то Ты какой-то Не в себе Последнее время Я вижу Что-то тебя ест Не, не, не говори Что ты оставляешь Меня ради другой Потому что мы не можем Иметь детей Нет, царя Совсем не то Но мне кажется Что Бог обращается Ко мне Что ты имеешь в виду Твой отец Фара обращается К разным богам Да нет, царя Ты знаешь Кому я поклоняюсь Я совсем не тем богам Поклоняюсь Есть один Бог Ну что же он тебе говорит Он говорит Это тяжело Но мы должны переехать Переехать Это неплохо, Абрам Я видела Что там есть Небольшое поселение У них там есть Очень красивые дома Там не надо даже Газоны косить Потому что там Есть кто-то Кто будет косить газоны Я имею в виду Не переехать Я имею в виду Уехать Куда уехать Мне постоянно Приходят журналы На почту И там говорят Что мы в самом Красивом месте Находимся В Харане Я не хочу Каким-то варварам Ехать Я знаю Что ты не хочешь Но нам надо Бог призывает Нас переехать И мы должны поехать Теперь он мог Вспомнить это все Как будто это было вчера И он стоял У могилы Своей жены Она так и не увидела Обетование Она оставила Она оставила Дом в Уре Халдейском Если вы думали Что Ур Это был какой-то Какой-то Неразвитый город То там все было Там был водопровод Горячая и холодная вода Там были автоматические двери Это было Там было даже водопровод В домах А теперь у Сары Была пещера Которую Авраам купил Потому что он так и не получил Обетованную землю Он только получил Обетование от Бога И больше у него Ничего не было на земле Помните обетование Бытие 13 глава Иди, пройдись, Авраам И земля, на которой ты стоишь Это будет твоя земля Это очень удивительный символ Библии Потому что ноги Это знак Владения Вот почему Когда солдаты Или воины В древности Когда они Поражали своих врагов Они наступали им На голову Ногой И они как бы говорили Что ты мой теперь Ты мой раб И помните Сатана говорил Что в книге Иова Что я обошел всю землю Он не говорит Что он просто прогулялся Он говорит Нет Я обошел всю землю Это моя земля Люди отдали мне То есть ноги Это знак владения Вот почему Когда Иисус придет Во второй раз Он не коснется Этой земли Мы будем восхищены К нему Но потом После окончания суда Он уже коснется Горы Масличной горы Вот что у нас осталось В этом мире У нас Не так много Всего есть Но Иисус Отдаст эту землю нам Когда вальденцы Были гонимы У них ничего не было Но Они понимали Что Позже Они будут жить На этой земле Ян Гус Когда его Сжигали Он понимал Что Эта земля Будет принадлежать Иисусу И он будет Жить на ней Позже И Иисус Когда шел По улицам Иерусалима Неся крест Он уже Отвоевывал Эту территорию У сатаны Она его Поэтому Вы можете Ходить По этой земле Верой Куда бы Вы ни шли Куда бы Ваша нога Не стопала Это земля Иисуса Но это все Что у нас есть Сегодня Иногда люди Говорят Они Слушают Проповедников По телевизору Что Будет легко Но не будет Легко Никогда Не говорят В этих ТВ шоу Что нужно Посчитать Чего это стоит Тебе будет Когда ты Пойдешь За Иисусом Потому что Дьявол Ополчится Против тебя Маленькая Айена Когда ее Отдали Эриксоном Миссионерской Станции Дэвид Флод Был разочарован Он вернулся В Швецию И Он сказал Возьмите Этого ребенка Я не могу Ничего сделать Я ничего не могу Дать этому ребенку Через 8 месяцев После этого Эриксоны Умерли от малярии В миссионерской Станции Где осталась Дочка Одна семья Американская Приняла Девочку И Ее Переименовали В Агги Вместо того Чтобы расти В Конго Она Росла В Южной Дакоте Там чуть-чуть Прохладнее Чем в Конго Она училась В Миннеаполисе В колледже В библейском Затем она там Вышла замуж И они переехали В Сиэтл И он стал Президентом Другого миссионерской Колледжа И у Аги Жизнь Шла Хорошо Однажды Случайно Она Получила Журнал На шведском И она не могла Читать на шведском Она подумала Кто мне прислал Шведский магазин Она хотела Она хотела его Выбросить Она листает Этот магазин И она не может Ничего там Прочитать И там она Видит черно-белую Фотографию Внезапно Маленький Белый крест Просто из Каких-то Досок И там написано Свея флаг И она не знает Почему это важно Но почему-то Она чувствует Что это важно Она садится в машину Едет в колледж Находит одного преподавателя Который мог Говорить на шведском И она просит Прочитай эту статью Для меня О чем здесь говорится Он начинает читать И Он кривится Она говорит Читайте Читайте Говорит Подождите Подождите Это история миссионеров Которые были в селе В Конго Бельгийском И когда они приехали туда Вожди их не приняли У них там родился ребенок И затем А когда они заболели Малярией Мама умерла Какая история А что там еще Говорит Да Есть еще здесь деталь Она говорит Там был мальчик Который приносил им Яйца и куры Раз в неделю И Мама Свея флаг Она Все равно Старалась ему Хотя бы несколько слов О любви Иисуса Рассказать И всякий раз Когда он приходил с яйцами И потом с годами Он начал верить То во что ему рассказали И он отдал свое сердце Христу И потом позже Он уехал Из села Он пошел учиться Он добился успеха Вернулся в село Он начал Он там построил школу В этом селе И там они преподавали Библию И сегодня Все дети Приняли Христа И даже старый Вождь Перед смертью Его сердце смягчилось И он отдал свое сердце Христу И сегодня там 600 верующих Ван Долори Там есть растущая церковь Я не знаю Как Эгги догадалась Но как-то она поняла Что это были ее родители Я не знаю всех деталей Я вам скажу сразу Она как-то поняла Что это ее мама и папа В этой истории И она поняла Что нужно сделать Она решила Поехать поискать отца 25 лет было Ее семье И как в подарок Коллеги Подалили ей билет И она поехала туда В Швецию И она встретилась туда Там с родней своей Отец Там повторно женился У нее там были братья и сестры И они радовались встречи И в конце концов К вечеру Она задала вопрос А папа еще жив? О да Сказали Да он еще жив Хочешь встретиться с ним? Конечно Я ради этого приехала Я должна с ним встретиться Я хочу рассказать Что Бог сделал со мной И в Вандаларе там И что со мной произошло? Ой, нет Если будешь говорить Не говори ни слова о Боге Он ненавидит Бога Но Эгги было все равно Она поехала Туда, где он жил Небольшая квартира На втором этаже Там даже не закрыты были двери Темно Она открыла двери Там было темно Ужасный запах Бутылки спиртного на полу И там в этом мраке Она увидела Истощенного человека Валяющегося на постели своей Лежащего вниз лицом Она постояла Потом схлыпывая Сказала Папа Это я Я не знаю Как он догадался Но он перевернулся Он моргнул И начал плакать Говорит Айна Это ты Прости меня Прости меня У меня не было выбора Другого Прости меня Она села на постели И обняла его Ничего, папа Ничего Я знаю Все нормально Все хорошо Потому что Бог Позаботился обо мне Он стал напряженным Не упоминай мне Бога Я все отдал Я все отдал Ему Я отдал всю мою жизнь И он забрал у меня Больше, чем я готов был дать Я ненавижу Бога Но, папа Ты не понимаешь Все произошло Ты уехал Они все пришли К Христу Все село 600 человек Все будут на небе Потому что ты был верен И за несколько недель До смерти Дэвид опять Отдал свое сердце Христу Потом Через несколько лет Эгги поехала В Англию Там была Миссионерская конференция Для учителей И Там был Министр образования Заира Но когда-то Это была Бельгийская Конго Она решила поговорить с ним И Она спросила его Если вы из Бельгийского Конго Она говорит Ну, я не знаю, конечно Наверное, вы не знаете Но, может быть, вы слышали О миссионерской паре «Дэвид и Свея Флад» Слышал ли я о них? А я им яйца продавал Они меня привели ко Христу Билл и Стив Те ребята Помните, собрали свои вещи Никто не пришел ко Христу Вернулись в церковь Люди смеялись над ними Я же вам говорила Мы же вам говорили Что евангелизм уже не работает Но Билл написал Президенту конференции Он говорит Столько людей приходило Мы проводили библейские уроки Мы провели выставку здоровья Ну, может быть, мы что-то не доделали Может, мы раньше уехали Может, мы раньше бросили все это дело Пошлите туда какого-то миссионера Какого-то, может быть, пастора Из рядовых членов церкви И это письмо приходит на стол Ложится на стол президента конференции В это же время есть человек Который там на лесоповале работал Который видит сон третий раз уже подряд И он видит какой-то яркий свет За своим вагончиком И люди кричат Мы не готовы, мы не готовы То есть это как бы второе пришествие И потом голос он слышит Я тебя просил, иди проповедуй для меня Он встается в два часа ночи Он пишет письмо президенту конференции Говорит Я чувствую, что Бог меня призывает Ехать куда-то проповедовать Вот эти два письма приходят на стол Президента конференции Он говорит, ну, одни просят, другой хочет Нет проблем, пусть едет туда И он поехал туда с сыном своим А его сын был первый адвентист С которым я познакомился И я не знаю сколько Но Билл и Стив Сегодня уже, наверное, больше ста тысяч человек крестили Мы очень рано бросаем Нам никогда не было обещано Что мы получим награду прямо сейчас Прочитайте Евреям 11 глава Все сии умерли в вере и не получили обетование Не надо быстро сдаваться Я тоже сдавался У меня тоже такое было Я сам себе проповедую Я ужасно заболел в 2010 году Мне пришлось оставить служение Я не мог двигаться, не мог говорить И в конце концов Я сдался Я честно признаюсь Я молился Господь, я же тебе всю жизнь посвятил Что со мной происходит? Такое происходит Вот почему эта история Написана в Матфея 11 глава Величайший из пророков Оказался в тюрьме И сердце его было сокрушено Мы должны бежать с терпением Сара трясет Авраама Будет Авраама Авраам, кто-то лезет к нам Авраам вдыхает Первый вдох за 4000 лет Моргнет несколько раз Его глаза привыкают к тьме Сара Это не пещера Это не вор Это ангел Пошли домой, Сара И они приходят В дворцы небесные Открыты книги Но нам так сказано Что книги будут открыты Им нужно будет читать много Вы понимаете, что он со середины бытия Ничего не знает Ему надо 65,5 книг прочитать Он не знает ничего Он в библиотеке Он изучает Я себе представляю его Как он Даниила читает Посмотри Он подсчитывает там Он считает эти пророчества 2300, вечеровое утро И тогда святилище Посмотри 1844 год Удивительно Он сам будет все это узнавать И затем он с кем-то встречается там Извините, я тут читал Вы там читали Я не хотел столкнуться с вами Ничего, ничего Это интересно Ну да, интересно Я Авраам Да я знаю Откуда вы знаете? Ну, все знают отца Авраама Вы же отец Авраама Кто я? Отец Авраам? Да, это вы А вы кто? Я Ян Креститель Я пытаюсь выяснить Что произошло После того, как мне голову отрубили Ему надо прочитать Весь Новый Завет Он еще не был написан тогда И они сидят там И смеются, может быть И наслаждаются вечностью Первые мгновения И Авраам чувствует Что кто-то положил ему руку на плечо Ему не нужно даже смотреть Он знает это прикосновение Он встречался с этим человеком Раньше И он разворачивается И говорит Господи Так приятно видеть тебя И тебя приятно видеть, Авраам Я долго ждал Этой встречи с тобой Ты спал А я ждал Авраам Что ты думаешь об этом все? О, это прекрасно Я буду здесь в библиотеке Целый день читать Но он выводит его На гигантскую террасу Я себе так представляю И там Снизу Множество людей Его нельзя перечесть Они все радуются В виде Авраама Кто эти люди? Это твои потомки Я же тебе говорил Что их будет столько Что ты не сможешь пересчитать Возьми, попробуй посчитать Ты никогда не сможешь их пересчитать Их столько, Господи Да Я знаю Я же говорил Что я сдержу слово свое И я обещал им так же Что они придут С востока и запада И они смогут сесть И есть с Авраамом Исааком Яковом За столом Сегодня этот день И ты почетный гость Поэтому в библиотеку Позже вернешься Я не могу дождаться Этого момента Не нужно ждать награды Прямо сейчас В этом мире Мы ее можем не получить Я не знаю Что вас расстроило И разочаровало Я не знаю С какими трудностями Вы столкнулись Или сталкиваетесь Может быть Кого-то потеряли Но я все больше И больше уверен В следующем Он Он сохранит Свое обещание Вам И Божье обетование Будет вам во благо Отче Небесный Мы хотим Склониться У подножья Голгофа Сейчас Есть то, что в нашей жизни Что мы не понимаем У нас есть друзья Знакомые Разочарованные У нас может быть Нет хороших ответов На их вопросы Но мы хотим Присоединиться К тем святым О которых Говорится В Евреям 11 глава Которые умерли Не Видя исполнение Обетования Но мы верим Твоему обетованию Господи И мы жаждем Твоего пришествия Во имя Иисуса Молим Аминь Субтитры подогнал «Симон»